Референдум о доверии губернатору Калифорнии Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня школы Нью-Йорка. Впервые за полтора года были полностью открыты для нормальных занятий. Школьный округ города Нью-Йорка самый большой в Америке. В нем больше миллиона школьников. Мэр Деблазио объявил еще в мае, что в нынешнем учебном году удаленных занятий по компьютеру в Нью-Йорке не будет. Исключение делается только для небольшого числа детей, которых по состоянию здоровья внесли в группу особенно высокого риска. Это несколько сотен человек. В мае, когда Деблазио очень заблаговременно объявила в отмене с сентября занятия по компьютеру, возражений против этого не было. До нового учебного года было еще далеко. Сейчас некоторое недовольство имеется. Сегодня для занятий в классах были открыты все школы города. Но это не значит, что на занятия вышли все ученики. Многие родители звонили школьному начальству и говорили, что их дети не совсем хорошо себя чувствуют. И пропустят несколько первых дней. А другие родители были и более откровенны и заявляли, что хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация. Другое дело, что направление детей на занятия в школы вновь рассматривается как юридическая обязанность родителей. Помимо всего прочего, если детей не будут направлять в школы в течение длительного времени, то такие семьи станут посещать инспекторы, отвечающие за безопасность детей. А из этого, как правило, ничего особенно хорошего не получается. В прошлом году из миллиона учеников Нью-Йорка 600 тысяч учились по компьютеру, не выходя из дома. С тех пор желание родителей возобновить традиционное обучение их детей существенно увеличилось. Сейчас это стало уже общепризнанным фактом, что учеба из дома, особенно для детей младших и средних классов, является намного менее эффективной. И что многие дети усваивают в этих условиях материал действительно очень плохо. В прошлом году, правда, в полупустых классах вспышки заболевания вирусом в школах Нью-Йорка были удивительно редкими. Их было на порядок вообще меньше, чем в городе в целом. Процент позитивных тестов в школах, а тестирование там проводилось часто и регулярно, составлял всего 0,03%. То есть зараженными вирусом оказывались 3 школьника из 10 тысяч. Сейчас этот процент может увеличиться, классы будут заполнены намного больше. Но главное, что в Нью-Йорке, как и в стране в целом, доминирует новый, более заразный вирус. Что же касается степени вакцинации нью-йоркских школьников, то она намного выше, чем во многих других местах. Дети 12 лет и больше вакцинированы на 60%. Как бы то ни было, сегодня многие классы были все-таки полупустыми. Также было недавно при открытии школ, например, в Далласе, где в самые первые дни родители опасались отпускать детей на занятия, но со второй недели посещаемость резко увеличилась. В требовании обязательных прививок Нью-Йорк пошел дальше, чем многие другие города. Он требует обязательной вакцинации для всех учителей, так же, как и прививок вообще для всех взрослых, работающих в школьных зданиях. Байден же сейчас летит в Лонг-Бич в Калифорнии. Через час с небольшим он и губернатор Калифорнии Ньюсом выступит на предположительно большом митинге в поддержку Ньюсома. Завтра в Калифорнии голосование по инициативе об отзыве этого губернатора не в последнюю очередь в связи с его политикой по вирусу. Калифорния объявляла очень жесткие меры по борьбе с эпидемией, против которых были протесты и недовольства. Одним из очень серьезных последствий закрытия на несколько месяцев Калифорнии было прекращение эффективной работы ее портов на Тихоокеанском побережье. А именно туда приходит основное количество контейнерных судов из Китая. Были очереди из десятков кораблей, которые не могли разгрузиться. Были колоссальные задержки с поставками сырья и товаров. Сеть снабжения в Америке в большой степени именно по этой причине находится в ступоре. И до сих пор снабжение по оценкам не нормализуется аж до следующего года. Ну и также с Ньюсом имели место и обычные скандалы. Губернатор объявлял об очень жестком требовании ношения масок в закрытых помещениях, чуть ли не дома, а в какой-то период и на открытом воздухе. О резком сокращении числа людей, которые могут находиться в одном и том же помещении. И тогда же Ньюсом был сфотографирован, когда он сам без всяких масок и в большой компании развлекался и веселился. А самыми массовыми были протесты, но против ношения масок. Ну и также у Калифорнии много других проблем. Беспрецедентные цены на жилье, неумные законы, согласно которым бездомные во многих городах имеют право ночевать на улицах где угодно, хоть и полностью перекрывая тротуары. Огромное и постоянно растущее число этих бездомных. В Калифорнии поставить вопрос об отзыве губернатора очень легко. Такие референдумы проводились десятки раз, но реально принимается решение о том, чтобы отправить губернатора в отставку довольно редко. Последний раз это был отзыв губернатора Шварценеггера в 2003 году, когда он правил уже второй срок. Ну а что касается Ньюсома, то предварительная оценка говорит, что проигрыш его является крайне маловероятным. В Калифорнии бюллетени для голосования по почте направляются всем зарегистрированным избирателям, хотя они, конечно, могут голосовать и лично на избирательных участках. Но и к сегодняшнему дню вернуло заполненные бюллетени треть зарегистрированных демократов и треть республиканцев. А избирателей демократов в штате в два раза больше, чем республиканцев. То есть данные по голосованию по почте показывают, что за Ньюсома высказались две трети этих избирателей. Демократы, согласно опросам, выступают против отзыва Ньюсома практически полностью. Вопрос стоял об активности избирателей, а голосование по почте показывает одинаковую активность и сторонников и противников губернатора. Калифорнийские избиратели ответят в ходе назначенного на завтра референдума на два вопроса. Первое это, собственно, поддерживают ли они отзыв губернатора, а если поддерживают, то кого бы они хотели видеть на месте Ньюсома. Калифорния огромный, пестрый, иногда оригинальный, абсурдный штат. Среди кандидатов в новые губернаторы и звезды ТикТока, разумеется, и трансвеститы, известные лесбиянки. Но ведущим оппонентом Ньюсома стал все-таки достаточно неожиданно в последние дни республиканский кандидат Лэри Элдер. Как оказалось, его имя и также его лицо знакомо многим и в Калифорнии, и вне ее. А Лэри Элдер – консервативный радиокомментатор, хотя его передачи не обязательно столь уж популярны в самой Калифорнии. И то, что его знают даже в лицо, вот то же, что для радиоведущих совсем нетипично. Между тем, когда стало звучать имя Лэри Элдера, я, к своему удивлению, его тоже узнал, хотя абсолютно ничего о его политических взглядах никогда не слышал. Дело в том, что этот радиокомментатор постоянно появляется на телекомпании «Фокс», но при этом в рекламном блоке. И, как правило, в самое дешевое дневное время он появляется в рекламе, расхваливающий какую-то мазь от боли в спине и других частях тела за 20 долларов в месяц. Но, во всяком случае, что касается первой дозы. Лэри Элдер и изобретатель этой чудодейственной мази в рекламе выглядят несколько глупо, нужно отметить. Но этот ролик появляется на «Фоксе» уже не один год, и лицо Лэри Элдера стало всем известно. И к тому же он подсознательно, помимо «Крема», также ассоциируется и с ведущими телекомпанией «Фокс», с их республиканскими взглядами. Ну и по последним опросам, вот Лэри Элдер стал наиболее популярным претендентом от республиканцев. Хотя, наверное, шансов у него, так же, как и у других кандидатов, на место Ньюсома практически нет. Официально основная цель сегодняшней поездки Байдена, которая началась, кстати, с посещения штата Айдаха, это пропаганда его экономической программы. Поддержка Ньюсома, конечно, тоже важная цель, но Байден сам по себе, как личность, не похож, в общем-то, на яркий фейерверк. Он вряд ли способен заставить своим эмоциональным выступлением голосовать за Ньюсома новые миллионы избирателей, но байденовская программа бесплатных детских садов, бесплатных двух лет обучения в местных колледжах. Расширение сферы медикера апеллирует в Калифорнии многим. Так же в Калифорнии и в других штатах и западного побережья с большим пониманием сейчас относятся и к экологическим целям Байдена, который обещает бороться с нарастающими природными бедствиями, меры против которых тоже включены в его закон стоимостью в 3,5 триллиона долларов. Эти штаты западные нынешним летом в сильнейшей степени пострадали от лесных пожаров, которые становятся, по мнению многих, все более масштабными и разрушительными. Также жители западного побережья – это главные поклонники электрических автомобилей, на которых у Байдена предусмотрены огромные налоговые и другие льготы. В Калифорнии много сторонников и перехода от ископаемого топлива к таким возобновляемым источникам энергии, как ветер, солнце, морские приливы. Байден, выступив на митинге вместе с Ньюсомом, может поднять рейтинг губернатора, обещая ему всестороннюю поддержку Вашингтона, хотя при этом рейтинг самого Байдена сейчас в связи с Афганистаном, кризисом на границе и другими факторами серьезно снизился. Байден в ходе сегодняшней поездки много говорил о борьбе с лесными и кустарниковыми пожарами. Подчеркиваю, что они являются одним из свидетельств изменения погоды и климата. Сегодня он осматривал с вертолета пепелище, оставшееся в Калифорнии после так называемого пожара Калдор. Это особенно разрушительный пожар, который вызвал эвакуацию тысяч человек, принес колоссальный материальный ущерб. Возник он в районе озера Тахо, одного из наиболее популярных и любимых курортов калифорнийцев. Еще один нюанс, вследствие необычного большого числа пожаров нынешним летом и вообще дефицита, возникла острая нехватка пожарных шлангов. На них обычно не обращают внимания, но когда их нет, то нечем и поливать горящие деревья и кустарники. Это неожиданно стало большой проблемой, но и Байден как бы показал важность общегосударственных мер в подобных ситуациях, активизировав закон периода Второй мировой войны о производстве, имеющем первостепенное стратегическое значение. Он мобилизовал в приказном порядке все имевшиеся и ставшие дефицитными материалы и сырье для производства этих шлангов. Кризис был ликвидирован. А в следующей части о том, что как раз с финансированием не уменьшающиеся проблемы. Академия